Меня зовут Влада Исакова, я дипломированный химик и сертифицированный повар, ну или буду им в это воскресенье. И я расскажу вам о молекулярной кухне. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто о молекулярной кухне что-то слышал до сегодняшнего дня. Ого, достаточно много. Хорошо. Те, кто не слышали о ней или же слышали о ней немного, скорее всего представляют молекулярную кухню как-то так. Пробирочки, колбочки, все, бой в Крыму, все в думу, ничего не видно. И по большому счету непонятно, можно ли это есть. Есть это, конечно же, можно, иначе бы это не называлось кухней. Более того, это фотографии шоу молекулярной кухни в одном из российских ресторанов. Но если вы захотите узнать немного больше о молекулярной кухне, вы поймете, что, как правило, она выглядит не так, а скорее вот так. Основные признаки того, что перед вами на тарелке блюдо молекулярной кухни, вы не можете понять, что это. Вы не можете понять, что это сделано, из чего это сделано и можно ли это вообще есть. На самом деле, все эти блюда, которые вы видите на экране, да и большинство блюд молекулярной кухни в целом, сделаны из обычных и достаточно привычных всем нам ингредиентов, просто с использованием небольшой физической или химической хитрости. Исходя из этого, у вас может появиться следующий вопрос, который появился у аудитории популярного паблика ВКонтакте «Подслушана наука». Молекулярная кухня так же научна, как и молекулярная химия. К сожалению, большая часть отвечает на этот вопрос скорее нет, чем да, не считая окуней. Более того, некоторые подписчики паблика согласны с тем, что словосочетание «кулинар» и «ученый» звучит немного нелепо. Возможно, это и было так примерно 300 лет назад, когда химия только начала формироваться как наука, со своей системой знаний, со своими закономерностями, а кулинария все еще оставалась на уровне сборника бабушкиных рецептов, которые были сформированы методом тыка примерно лет 300 назад. И на протяжении этих 300 лет точно так же методом тыка улучшались. Но в 20 веке все изменилось, и химия и физика начали достаточно тесно сотрудничать с кулинарией. И на стыке этих областей образовалась так называемая пищевая технология. Пищевая технология — это такая область знаний, которая занимается тем, что ищет применение последним достижением химии и физики при производстве пищевых продуктов, ну или, проще говоря, при приготовлении еды. Началось все это с того, что британский физик Николас Курти, который в середине 20 века занимался созданием атомной бомбы, ближе к 90-м вышел на пенсию, и в небольшом итальянском городке Эрик основал ежегодный семинар, на котором собирались повара из ближайших городов, шеф-повара ресторанов, и обсуждали физическую и химическую сторону того, что происходит при приготовлении еды. То есть как лучше приготовить стейк с научной точки зрения, что происходит при запекании теста. Один из первых докладов, которые были заслушаны на этом семинаре, назывался «Фрактальная структура ромовой бабы». Можете представить, что там происходило. Среди постоянных слушателей этого семинара были такие повара, известные уже тогда, как Ферран Адрия и Хестон Блюменталь. Ферран Адрия итальянец, а Хестон Блюменталь британец. И сейчас это те люди, которых принято называть отцами-основателями молекулярной кухни. Что интересно, сами они от этого названия открещиваются, считают себя больше поварами, нежели учеными, и предпочитают называть молекулярную кухню современной или модернистской. Поэтому самое обширное и известное сейчас пособие, сочетающее в себе теоретическую информацию и большинство рецептов по молекулярной кухне, называется «Модернист-кузин» — современная кухня. Молекулярная кухня отличается не только необычным способом приготовления и подачи блюд, но и необычными вкусовыми сочетаниями и очень яркими вкусовыми оттенками. Такими яркими, что их, кажется, невозможно получить из пищевых продуктов. Но, несмотря на это, большинство блюд молекулярной кухни обходятся без различных усилителей вкуса. Уважающие себя повара, а вот эти два товарища относят себя именно к таким, предпочитают готовить еду из исключительно натуральных продуктов, просто обрабатывая ее несколько необычным способом. Главный инструмент молекулярного повара — это центрифуга. Я думаю, если здесь есть химики, биологи, да и многие другие, они знакомы с тем, что эта штука делает. Сюда помещается емкость с какой-то жидкой смесью. Эта смесь прокручивается при большой скорости на протяжении некоторого времени и под действием центробежной силы части смеси с разной плотностью расслаиваются. Вот, например, что происходит с томатным соком? Вот что происходит с томатным соком после того, как его прогнать через центрифугу. Вот это всем известный, знакомый нам томатный сок, который мы обычно пьем. А вот что происходит с томатным соком после того, как его прогнали через центрифугу. Он расслаивается на три своеобразные субстанции. Вот в этом красном слое собирается целлюлоза, пигменты и пектин. Вот этот слой содержит в себе практически всю воду и растворимые в ней сахара, соли, кислоты. А на вершине такой тонкий слой светлой пенки, который практически не видно, он содержит жир, который есть в помидорах. Несмотря на то, что помидоры это овощи, некоторое количество жира в них тоже есть. И вещества, которые отвечают за аромат продуктов, за их приятный запах, они лучше растворяются в жирах, чем в воде. И поэтому все они собираются вот в этом пенистом слое. Этот слой собирают молекулярные повара и используют его для приготовления своих необычных блюд. Использование центрифуг при производстве пищевых продуктов это не новость. Вы все пьете осветленный при помощи центрифуги яблочный сок и регулируется жирность молока как раз тоже при помощи центрифуги. Эти жидкости прокручиваются через центрифугу. В случае яблочного сока убирается плотный целлюлозный осадок, в случае молока убираются излишки жира. Но делают это, конечно, не на таких маленьких, а на вот таких больших серьезных промышленных центрифугах. Вот примерно так это работает. Где это используют? Визитной карточкой молекулярной кухни являются так называемые эспумы или блюда из пены. Пену можно получить практически из чего угодно. Для этого используют такой прибор как сифон. Его используют не только для получения пены, но и для газирования напитков, для маринования мяса, овощей и так далее. В этот сифон наливается жидкая смесь. К вот этому кончику сифона прикручиваются вот такие баллончики, наполненные оксидом азота, веселящим газом. Веселящий газ выпускается в емкость под очень большим давлением. Емкость охлаждается, ждем какое-то время. И на выходе у нас получается вот такая пенка, насыщенная веселящим газом. Точно по такому же принципу газируют сливки для баллончика. Используя этот сифон, можно не только газировать напитки, но и разнообразные фрукты и овощи. Например, в емкость с сифоном можно положить виноград или апельсин. И, к примеру, тогда у вас будет апельсин, в прожилках которого не сок, а практически фанта. Это довольно забавный эффект. Если вы посмотрите на некоторые блюда молекулярной кухни, вы увидите, что они окутаны дымом и паром. Происхождение этого дыма или пара имеет два варианта. Во-первых, это может быть сухой лед, то есть доведенный до кристаллического состояния углекислый газ, СО2. Его используют, во-первых, для того, чтобы получить интересные визуальные эффекты. А во-вторых, потому что он обостряет все вкусы человека, в том числе и обоняние, в том числе и вкусовые ощущения. Поэтому блюда молекулярной кухни имеют такой яркий вкус. Второй газ, который используется в молекулярной кухне, это азот, точнее жидкий азот. Его используют для приготовления мороженого особо высокого качества. Если вы когда-нибудь ели мороженое, а вы наверняка когда-нибудь ели мороженое, вам в этой мороженой массе могли попадаться маленькие кристаллики льда, которые делают его намного менее вкусным. Это происходит потому, что когда мороженое подвергается заморозке, разные его составляющие замораживаются при разной температуре. То есть при одной температуре замерзает вода, при другой температуре замерзают жирные сливки, и за счет этого оно расслаивается. При заморозке жидким азотом, азот сжижается при температуре намного ниже, чем привычное мороженое, которое мы едим. Все эти части замерзают сразу, поэтому получается равномерная, приятная, нежная, гладкая масса. Этот эффект использовали еще в 1877 году, когда только открыли жидкий азот. Но тогда это было достаточно дорого, и поэтому в широкий оборот не вошло. А вот сейчас это стали использовать гораздо чаще, поэтому, наверное, даже в харьковских кафе можно где-нибудь найти мороженое с жидким азотом. Второй визиткой молекулярной кухни являются так называемые сферы. Сферы — это желейные шарики, которые тоже готовят из чего угодно. Вот, например, это сфера морковно-манговая. Сферу можно сделать из оливки. Видите, получилась оливка из оливки. Их делают при помощи двух специальных добавок. Это альгинат натрия в основном и хлорид кальция. Как это работает? В вкусовую жидкость берут, например, сок или смесь фруктов и добавляют в нее раствор альгината натрия. Потом готовят специальную кальциевую ванну. Это очень чистая вода, чтобы примеси ее не мешали. В которой растворен хлорид кальция. И аккуратненько ложечкой отсаживаются вот такие вот сферы. Получаются как большие капли. За счет взаимодействия альгината натрия и хлорида кальция образуется соль, альгинат кальция. Реакция обмена происходит. И этот альгинат кальция образует такую желейную оболочку, похожую на желатин. Только процесс застывания происходит гораздо быстрее, чем при желировании. Потом эти сферы можно вылавливать и есть. Под точно такой же схемой готовится икра. Вот, например, знаменитая советская искусственная белковая икра готовилась точно так же. Правда, икра вот на этом слайде сделана с экстрактом какао. И может стоить даже дороже натуральный. Но схема одна и та же. Уже давно известна, уже давно опробованная. Более интересный эффект получается при использовании так называемого кальция. мясного клея. Это фермент трансглютаминаза, который позволяет склеивать белковые вещества различного происхождения. Что тоже позволяет получать необычные вкусовые сочетания. Например, вот на этой картинке кусочки говядины склеены с курицей. На этой картинке кусочки лососа склеены с тунцом. Опять же, этот фермент используются достаточно давно при приготовлении, например, колбасы. Как вот такого необычного вида, так и самой обычной. То есть берутся какие-то мясные обрезки, подвергаются обработке трансглютаминазой и собираются в единый монолит. То же самое происходит при приготовлении рыбных палочек. Так что, если вы задаетесь вопросом, вредна ли трансглютаминаза для здоровья, если вы ели крабовые палочки, вы съели ее уже достаточно. Скажите сами. Молекулярные повара используют также технологии не только известные уже давно, но и те, которые нашли применение сравнительно недавно. Такие как сувид, это готовка еды в термостате на водяной бане. При этом приготовлении продукты готовятся при низких температурах до 100 градусов, конечно, до температуры кипения воды, но, как правило, используется температура намного ниже. Это 60, может быть, 70 градусов. И термообработке продукты подвергаются намного дольше, порядка 2-3 часов и даже более. Основным преимуществом такого способа является сохранение цвета и формы блюд. То есть, вот это блюдо, приготовленное обычным способом, а вот это блюдо, приготовленное в термостате. Вот это кусочек лосося, это стейк, который... Вот это слабо прожаренный стейк, но в отличие от вот этого стейка с обычной прожаркой, там, где у него получается такая вот прожаренная корочка, стейк, приготовленный в субвиде, готов абсолютно равномерно по своему объему. И он может отличаться особенной мягкостью, потому что это то, что делает термостат с пищевыми продуктами. Мясо, которое... Вот мясо, которое готовилось 1 час, вот это мясо, которое готовилось 4 часа, как видите, оно уже разделяется намного легче, а мясо, которое готовили целые сутки, можно практически намазывать на хлеб. Еще одно достижение современной науки, которой пользуются молекулярные повара, это теория вкусовых сочетаний. Она была разработана совместно одним кондитером и одним парфюмером, которые когда-то заметили, что вкус белого шоколада хорошо сочетается со вкусом черной икры. И решили обследовать два этих продукта, чтобы выяснить причину. Они взяли не только эти два продукта, но и много других с какими-то яркими вкусами и обследовали их разными лабораторными методами, в том числе газовой и жидкостной хроматографией. И выяснили, что вкус продуктов хорошо сочетается между собой, когда эти продукты имеют в своем составе одинаковые вкусовые компоненты. Таким образом выяснили, что, например, черный чай хорошо сочетается с помидором, с текилой и с имбирем. Ну, все что угодно хорошо сочетается с текилой, черный чай тут ни при чем. Вкусовых сочетаний, открытых таким образом, сейчас известно великое множество. И совсем не нужно быть ученым, чтобы выяснить их для себя. Это все можно сделать на сайте foodpairing.com. Там собраны все возможные варианты вкусовых сочетаний, я не стала их здесь приводить, их слишком много. Но вы можете зайти туда и, может быть, найдете там что-то свое. После этого лекции вы можете задаться вопросом, дорого ли стоит молекулярная кухня, и могу ли я приготовить это у себя дома. Это скриншот из одного магазина с пищевыми добавками для молекулярной кухни. И вы видите, что 200 грамм продукта стоит не очень дорого, порядка 100 или 200 гривен. Это немного, особенно с учетом того, что обычно в рецептах молекулярной кухни этих продуктов используется совсем чуть-чуть. Вот, например, для приготовления морковно-имбирной икры вам нужно всего 2 грамма альгината и 6,5 грамма кальцика. Кальцик — это вот тот самый хлорид кальция. Для манговых сфер нужно буквально 1,5 грамма цитрата, 2 грамма альгината. То есть вы понимаете, что этих пакетиков вам может хватить очень надолго. Экспериментируйте, получайте удовольствие от процесса, от результата, и пусть у вас все получится. Спасибо. Да, пожалуйста. Прочиня, цитрат чего? Цитрат натрия. Да. Поводилось ли тебе готовить леник от блюда молекулярной кухни сюда? Я все собираюсь, но вот все никак. Да, покажи. Мы сказали, что молекулярная кухня — это все очень хорошо, а все рады, что, конечно, хоть и есть ворота. Но может быть, молекулярная кухня чем-то вредна для человека? Не более вредна, чем обычная еда. Потому что вот эти все добавки, которые используются в молекулярной кухне, всякие вот эти загустители, желирующие агенты, они используются и для приготовления обычной еды. То есть вот желирующие агенты, которые там используются, вот альгинат кальция, он используется для приготовления желейных медвежат. Вредно есть много желейных медвежат, но не более вредна, чем другую еду. Еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, а как все-таки получить ворота со вкусом селедки? Вам нужно взять селедку, измельчить ее на блендере, очень-очень хорошо растворить ее в масле, прогнать это через центрифугу, и тогда в масле соберутся все вкусоароматические вещества, а потом вы можете полить это жидким азотом, и у вас получатся мороженые селедки. Да. А сколько еще какие-то растворители, кроме воды и масла? Не в пищевой промышленности, как правило, нет. Да. А что вы используете в молекулярной кухне? Я знаю, что в Тетчере, в гастропабе Тетчере, есть мороженое с жидким азотом, там буквально 3-4 блюда, я остальных не помню. Да, но там есть пара десертов, и какое-то блюдо с рыбой, и что-то еще. Я, к сожалению, не помню, но я знаю, что это есть именно там. Да. А может, куда, сколько стоит центрифуга? Центрифуга стоит дорого, вот эта пищевая центрифуга, по-моему, стоит около 3-5 тысяч гривен. Не промышленная, а вот эта маленькая, она стоит около 3-5 тысяч гривен. Да. Стиральная машина подойдет. Но если ее оборудовать, хорошо, чтобы у вас ничего из нее не вытекало, то я думаю, да. Потому что определенные материализации. Да. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Есть ли набавки, которые разводят, они будут с ними неизвестны, а неизвестны? Есть, но я не знаю, насколько их можно использовать в пищу. Да. А насколько питательными получаются какие блюда, если мы там отслаиваем часть продукта? Можно ли наесться? Нет, дело в том, что молекулярные блюда, как там вот хотя бы здесь, они все очень маленькие по размеру, и они используются не для того, чтобы наесться, а для того, чтобы ощутить вкус, потому что, чтобы получить достаточно пены для приготовления вот такого небольшого столбика, вам нужно очень-очень много помидоров. Поэтому даже вот такой маленький столбик будет стоить довольно дорого, если считать на помидоры. Дешевле съесть, не знаю, килограмм помидоров, и ты наешься. Мы услышим этот звук выше. Сейчас я попробую. Наверное, у меня получилось. Дело в том, что мои легкие теперь заполнены гелием, они...